Вот такой полный набор монеточек случился за 1985 год, это еще времена пока СССР, это уже как бы предперестроечное время. Время 10 марта умер Черненко Константин Устинович и генеральным секретарем был избран Михаил Сергеевич Горбачев. Это уже как бы предраспадное время СССР, совсем немножко осталось. Ну что ж, давайте попробуем, какие еще основные события произошли в России и в мире в том далеком 1985 году. Под Лапасом разбился Боинг 727, погибли 29 человек, самое высокогорное место авиакатастрофы в мире, 6 километров над уровнем моря. 7 января государственный секретарь США Шульц и министр иностранных дел Громыко обсуждают в Женеве вопрос о возобновлении переговоров по контролю над вооружениями. 14 января Израиль согласился на вывод своих войск с территории Ливана в три этапа. 15 января завершено строительство самого высокого сооружения в Средней Азии, Ташкентской телебашни, 375 метров. 17 января начало популярности легендарного западно-германского диско-дуэта Модро Токинг, хит «You are my heart, you are my soul» вырывается в лидеры мировых хит-парадов. 20 января Рональд Рейган вступил в должность президент США на второй срок. 28 января в Голливуде, Калифорнии, США записан благотворительный сингл «We are the world» в помощи Африки. 6 января организован главкосмос СССР. 10 января Нельсон Манделла отверг предложение власти ЮАР освободить его в обмен на отказ от политической деятельности. 11 января – потеря станции «Салют-7» СССР. 15 января в Москве президент Фиде Флоренсио Кампанамес прервал матч за звание чемпиона мира по шахматам между Анатолием Карповым и Гаррием Каспаровым. 19 января при заходе на посадку в Бильбао Боинг-727 задел телевизионную антенну. Погибли все 148 человек на борту. 4 марта Управление по санитарному назору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США утвердило тест крови на СПИД, который с этого момента стал обязательным для всей донорской крови в США. 6 марта Майк Тайсон начал свою карьеру в профессиональном боксе. Он стал первый профессиональный матч и он выиграл в первом раунде нокаутом. 8 марта умер генеральный секретарь ЦК КПСС лидер ССР Константин Черненко. И 11 марта пленным ЦК КПСС выбрал, к сожалению, генеральным секретарем ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева. 7 апреля СССР объявляет мораторий на размещение ракет в европейской части страны до ноября текущего года и предлагает президент США провести встречу на высшем уровне. 19 апреля СССР осуществил подземный ядерный взрыв на Семипалатинском полигоне. 21 апреля Афганская война, гибель мараварской роты. 23 апреля Кока-Кола изменила формулу напитки и выпустила Нью-Кок. Отзывы были резко отрицательными и спустя 3 месяца была восстановлена оригинальная формула. 26 апреля Варшавский договор проделён на 30 лет. И в Афганская война, восстание советских и афганских военнопленных в тюрьме Бадабера в Пакистане. 8 мая открытие памяти героям элькигентского десанта в городе Керчь. 16 мая президент Верховного Совета СССР издал указ об усилении борьбы с пьянством, положившей начало антиалкогольной кампании, продолжавшейся до 1988 года. 19 мая в США арестован агент советской внешней разведки Джон Энтони Уокер. 6 июня запуск советского пилотируемого космического корабля в Союз Т-13. Экипаж старта Дженебеков, Савиных. 15 июня в Эрмитаже Ленинград психически больной злоумышленник попытался уничтожить картину Рембрандта Даная. 17 июня в США начал вещание канал Дискавери. 28 июня открылся 14-й Московский кинофестиваль. 2 июня перестановки в советском руководстве Андрей Горомытко и избранный председателем президента Верховного Совета СССР Эдуард Шаварнадзе, первый секретарь ЦК КПК Грузинской СССР, назначен министром иностранных дел СССР. 12 июля совершил первый полет самолет Ан-71. 13 июля в Филадельфии и Лондоне проведен Live Aid, самый значительный благотворительный музыкальный фестиваль в истории. 50 миллионов долларов собранных средств направлено голодающим в Эфиопии. И в этот же день президент США Рейган перенес операцию по удалению раковой опухоли в прямой кишке. 8 часов обязанности президента исполнял вице-президент Джордж Буш. 20 июля британская разведка вывезла из СССР своего агента Олега Гордеевского. 24 июля индийский премьер-министр Раджи Ганди объявляет о заключении соглашения в Сан-Хар-Синг-Холон-Гуалам, лидерам сикской общины в штате Пинджаб в целях ослабления напряженности в стране. 26 июля у берегов Антарктиды ледокол Владивостока освобождает из четырехмесячной ледовой блокады, научные судна, дизель-электроход Михаил Сомов. 27 июля в Москве открылся 12 всемирный фестиваль молодежи и студентов, продлижившийся до 3 августа. 25 августа в аэропорту Оберн-Льюис-Тон, США, в которой погибла Саманта Смит, посолу доброй воли между СССР и США. 9 сентября США объявляют о введении частичных экономических санкций против ЮАР. 13 сентября Великобритания выслала из страны 25 советских дипломатов и других официальных лиц, обвинив их в шпионаже. 14 сентября советское правительство выслало из СССР 25 британцев. Вскоре у обе страны выслали еще группу дипломатов. 16 сентября в Китае 10 членов Политбюро и 64 члена Центрального комитета Компартии уходят в отставку, чтобы освободить места для более молодых руководителей. 17 сентября старт космического корабля «Союз Т-14», экипаж старта «Басюкин», «Гречка», «Волков». 19 сентября землетрясение в Мехико, силой 8,1 балла, более 9 тысяч человек погибло, 30 тысяч ранено, 95 тысяч лишились жилья. 31 сентября официальная дата создания советской группы «Ария». В этот день группа закончила работу над своим первым альбомом «Мания и величие». 10 ноября в Москве закончился матч названия чемпиона мира по шахматам. 13-м чемпионом мира, самым молодым в истории стал Гарри Каспаров, который сейчас люто ненавидит Россию и вообще всё российское. 20 ноября выпущено Microsoft Windows 1.0. Запущен первый участок Горьковского метрополитена. 21 ноября в Вашингтоне арестован аналитик военно-морской разведки США Джонатан Полуарт, который оказался израильским шпионом. 26 ноября Рональд Рейган продал права на свою автобиографию издательству Random House за рекордную сумму в 3 миллиона долларов. 1 декабря в продажу поступили автомобили Ford Taurus и Mercury Savile. 19 декабря случился угон Ан-24 в Китае. 29 декабря открыт метрополитен в Новосибирске. Без точных заданий Ричард Столман написал манифест ГМУ. Западная Сахара вступила в Организацию Африканского Единства. Марокко, преднедущая на территории Западной Сахары, заявила протест. Проведенный первый чемпионат мира по конькобежному спорту основана компания AT, основана компания Coral. Впервые в преступных целях использована ДНК. Гренландия вышла из Европейского Союза. Из-за многочисленных шпионских скандалов в США этот год СМИ назвали годом шпионов. Stad Oil продолжила первый газопровод по дну норвежской траншеи. Так, давайте попробуем вспомнить, кто родился в том далеком 1985 году. 1 января София Маршера, английская киноактриса. Джефф Картер, канадский хоккеист. 4 января Леонора Кричелова, английская актриса. 17 января Адриана Угарте, испанская киноактриса. 23 января Даутсен Крёс, нидерландская супермодель фризового происхождения. Фризского происхождения. 31 января Каламира, греческая певица, которая представляла Грецию на конкурсе Евровении 2008. 1 февраля Гордон Джоди, австралийская актриса, фотомодель. 6 февраля Виталий Минаков, российский самбист. 15 февраля Юлия Романовна Кадушкевич, белорусская актриса, театр и кино. 17 февраля Черри Джул, российская порноактриса. 3 марта Келли Натали, американская актриса перуанского происхождения. 14 марта Каролина Горчица, польская актриса, кино и телевидение. 28 марта Стив Манданда, французский футбольный вратарь, конголистского происхождения. 27 апреля Шейла Вант, американская актриса и иранского происхождения. 5 мая Азель Ермековна Сагатова, казахстанская актриса и модель. 22 мая Карри Ди Инглиш, американская топ-модель, телезвезда, актриса. 28 мая Колби Кайл Латт, американская поп-певица. 30 мая Майкл Фелпс, американский пловец. 9 мая Эшли Янг, английский футболист. 12 мая Татьяна Высоцкая, российская фотомодель, актриса, телеведущая и танцовщица. 19 мая Марина Черемухина, российская актриса. 30 мая Джина Родригес, американская актриса. 6 августа Янина Сергеевна Студилина, российская актриса, театр кино, певица, телеведущая. 23 августа Лукьянова Валерьевна, украинская фотомодель. 7 сентября Рафани, бразильский футболист. 10 сентября Элис Левек, канадская актриса. 26 сентября Талула Лорайли, британская актриса. 1 октября Сесилия, американская актриса. 11 октября Маргарет Бергер, норвежская певица, автор песен. 28 октября Троиен Белиссарио, американская киноактриса. 19 октября Сэм Кук, британская фотомодель. 30 октября Крисси Тейген, американская фотомодель. 1 декабря Шанель Престон, американская порноактриса. 9 декабря Ольга Александровна Шувалова, российская актриса театра и кино. 14 декабря Дарья Дмитриевна Сагалова, российская актриса театра и кино, хореограф. 19 декабря Гэри Джеймс Кэхилл, английский футболист. 28 декабря Селеста Стар, американская порноактриса. Так, вот это основные, значит, в Нобелевской премии в 1985 году по физике Клаус Вон Клитцинг за открытие квантового эффекта Холла. В химии Хауфман Херберт Карли Джарем. В медицине физиологи Браун Майк Голдштейн Джозеф. В экономии Франко Модельяне за анализ поведения людей в отношении сбережений. В литературе Клод Симон за сочетание его творчества поэтического и живописного начала. В премии Мир врачи мира за предотвращение ядерной войны. Вот такие, в основном, события, которые произошли в том далеком 1985 году. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.